Гинеколог Лейла Адамян рассказала об уникальных операциях Ирина Краснопольская. Рисунок к статье. Человек склонен верить в чудеса. Эта вера не зависит от возраста, порой противоречит всякой логике. Просто хочется, чтобы оно, чудо, свершилось. Вот родилась в Швеции женщина, которую жестоко обидела природа, у женщины не было матки. Как жить, зная, что никогда не познать радости материнства? Верить в чудо. Об этом обозреватель РГ беседует с главным акушером-гинекологом России, заместителем директора научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова академика Мран Лейла Адамян. Лейла Владимировна. Чудеса в наше время случаются не только в сказках, но и в жизни. Женщина из Швеции родила здорового ребенка после того, как ей пересадили матку. Пока это единственный случай в медицинской практике. Лейла Адамян, пока единственный. И вам хочется, чтобы я сказала, да, чудеса возможны? Но я так сказать не могу. Могу сказать другое. Это кульминация научных, фундаментальных исследований, высоких технологий, многолетнего труда ни одного, многих коллективов во всем мире. Это огромные финансовые вложения в развитие медицины. Во многих клиниках мира, в том числе и российских, успешно пересаживаются сердце, легкие, почки, печень, трахеи. Лейла Адамян, вы правы, многие органы успешно пересаживают. А вот опыт пересадки матки насчитывает всего 11 операций. Одна проведена в Саудовской Аравии в 2000 году. Одна в Турции в 2011 году и девять в Швеции. И лишь последняя оказалась успешной не только с позиции трансплантации, но и с позиции наступления беременности, вынашивания плода и рождения здорового ребенка. Так что если говорить о чудесах, то да, чудеса возможны, но только как результат колоссальных усилий, предпринятых человеком. Читайте также, Лейла Адамян. Современная хирургия способна помочь большинству бесплодных женщин, кто стал донором. Лейла Адамян, женщина в возрасте 61 года, друг семьи. Кстати, во всех остальных случаях пересаженных маток донорами были родственники. В пяти случаях мать, в одном случае сестра, в одном случае бабушка. А успех пришел от друга семьи. Может, лучше привлекать к донорству не родственников, а людей со стороны. Лейла Адамян, это тема дискуссионная, и не тема нашей беседы. В любом случае донором должна быть женщина соматически здоровая. Женщина без онкологических болезней, у которой в анамнезе нормальные беременности и роды, у которой не было оперативных вмешательств. А кто та счастливица, которой так повезло? Кому пересадили матку? Лейла Адамян, ею стала женщина 35 лет с врожденным отсутствием матки и влагалища, с единственной почкой. Кстати, и остальные рецепиенты были с так называемым абсолютным фактором маточного бесплодия. То есть или они родились без матки, или она была удалена во время операции. Обязательным условием для трансплантации является наличие здоровых яичников и создание искусственного влагалища. В любом случае до начала проекта все пациентки детально обследуются, им проводится эко, полученные эмбрионы замораживаются. В случае, о котором мы говорим, все это было проведено. И оплодотворение проводилось не в матку суррогатной матери, а в ту матку, которая успешно прижилась после трансплантации. Вы сказали о том, что перед трансплантацией матки обязательно создание искусственного влагалища. Вот я сейчас и открою всем тайну. Создание таких влагалищ – одна из самых уникальных операций, которых на вашем личном счету больше всего в мире. Лила Адамян Да, это чистая правда. Только не пойму, почему вы завели разговор именно об этом. Да потому что если вы создатель этой уникальной методики, если вы провели огромное количество таких операций, то почему в нашей стране не проводятся пересадки матки? Лила Адамян Начну с того, что создатель у нас всех один, Господь Бог. А я усовершенствовала операции, которые успешно выполнялись в центре, в котором я работаю, еще 30 лет назад. А я их провожу, используя новейшие эндоскопические технологии. Эта операция, на мой взгляд, проста, бескровно, дает отличные результаты. Она проводится по моей методике и признана во всем мире. Поэтому на ваш конгресс по репродукции, который сегодня открывается в Москве, приезжает автор первой успешной пересадки матки профессор Матцбранстром из Гётиборга. Лила Адамян Да, это наш коллега, он в курсе наших работ. Матц знаком с нашим опытом в проведении операций по созданию искусственного влагалища и по коррекции различных пророков развития гениталий. А наш центр, как известно, лидирует в этой области во всем мире. 11 операций по пересадке матки проведено в мире. 1 в Саудовской Аравии, 1 в Турции и 9 в Швеции. Лила Владимировна Но вы не ответили на мой вопрос, если мы так продвинуты, то почему все так и не пересаживаем матку? Сердце пересаживаем, печень, почки, легкие пересаживаем, а матку нет? Смотрите также, Лила Адамян В мире всего 5 миллионов детей, рожденных с помощью ЭКО Лила Адамян, перечисленные вами органы жизненно важны. От них напрямую зависит жизнь человека. Без матки жить можно. Кроме того, проблемы репродукции разрешимы с помощью современных технологий, в том числе и суррогатного материнства. И все это мы с успехом постоянно проводим. Другое дело матка. Ее, конечно, пересадить можно. Хотя сразу скажу, эта операция идет одновременно в двух операционных. В ней участвуют не меньше 10 хирургов разных специализаций. Используется уникальная аппаратура, создаются особые режимы подавления реакции и отторжения. Сложно чрезвычайно. Но решаемо. И это мы обсуждали с директором научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова академиком Сергеем Владимировичем Готье. Но матка – абсолютно уникальный орган. Она природой предназначена для выполнения специфических функций женщины. Кульминация этих функций – наступление беременности, вынашивание плода, рождение человека. Представьте, небеременная матка размером с небольшой кулак во время беременности вырастает и занимает всю брюшную полость. Она становится вместилищем плода, обеспечивает его жизнь. А после рождения ребенка сокращается до прежнего размера. Вот это действительно чудо, чудо, созданное природой. А в нашем конкретном случае чудо реализовали зарубежные коллеги. Будем ли мы следовать их примеру? Не исключено. На Конгрессе, который сегодня открывается и который, как всегда, посвящен вопросам репродукции, будет обсуждение проблем, связанных с трансплантацией матки. Только этому. Лила Адамян, конечно, нет. Актуальных проблем более чем достаточно. Если я стану сейчас их называть, например скажу, что будем обсуждать проблемы бесплодия, невынашиваемости беременности, лечения миомы, эндометриоза, онкологических заболеваний у молодых женщин и так далее, то вы мне скажете, что на прошлых Конгрессах эти вопросы уже обсуждались. И будете правы. Но дело в том, что в наше время медицина развивается столь стремительно, что каждый год появляется что-то новое в лечении самых традиционных, самых обычных болезней. И задача специалистов – сделать это новое доступным каждой российской женщине, независимо от того, где она живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова